Нашим текстом сегодня будет 23 стих 11 главы Посланник Евреям. Он гласит так, «Верую Моисей по рожденье три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Нет, речь тут вовсе не идет о вере Моисея. От небрежного чтения этого стиха так сперва может показаться. Взгляните еще раз, не торопясь в этот стих, и вы увидите, что тут ничего не сказано о вере Моисея. Вера, о которой здесь говорится, относится к родителям его. Имея это в виду, я еще раз прочту 23 стих. Слушайте, «Верую Моисей по рожденье три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». В этом чудном рассказе мы имеем весьма поучительный урок для каждого родителя. Какое чудное благословение, какая благодать и милость Божия детям, имеющим верующих родителей, которые воспитывают их в страхе и любви Божией. Я непрестанно благодарю Бога за богобоязненных родителей, за истинно верующего отца и верующую мать, которые не только словом, но примерной жизни показали нам, что наилучший путь жизни есть вера в Бога. Я никогда не видел противоречия в их жизни, но всегда последовательный пример веры во всех отраслях их жизни. Притом вера их всегда инспирировала в нас желание иметь такую же веру, живую, радостную и практическую. Я не знаю, что может больше причинить ущерб вере ребенка, как лицемерное, противоречащее поведение родителей. Например, как может ребенок верить слову родителя, который учит его лгать? Возьмем хотя бы такой случай. Кто-то стучит в дверях. Саша, пойди к дверям, скажи, что меня нет дома. Это все, а ложь уже была сказана. Но вы скажете, что это невинная, маленькая, даже говорят, святая ложь. Но ведь ложь есть ложь, и одна ложь тянет за собой другую. Как потом убедить Сашу, что вера его родителя подлинная? О, какая ответственность лежит на каждом отце и матери быть на деле и в слове всегда примерным перед своим ребенком. Думается о иное, который проповедовал 120 лет и не имел ни одного последователя за все это время. Но зато все члены его семейства поверили ему и вошли в ковчег спасения. Мне это достаточно говорить о том, какова была жизнь и поведение этого человека веры. Но вернемся к нашему уроку. Познакомимся с этими чудными людьми, родителями Моисея. Их звали Амрам и Иоховед. Они были самыми обыкновенными людьми, принадлежащие к израильскому народу, который в это время был в рабстве у египтян. Припомним, в каких условиях жили эти люди. Прошло более 60 лет после смерти Иосифа, когда родился Моисей. И мы знаем, что в течение такого периода времени многое может произойти в стране. Подумайте, например, насколько в течение последних 60 лет наш мир изменился. Кто бы в начале 20-го столетия подумал, что так много будут перемен. Много трагического произошло со времени смерти Иосифа. Как сказано, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Народ, который при Иосифе был в почете и в уважении, шесть десяток лет позже стал рабом. Этот новый царь возненавидел народ израильский и начал его притеснять. Вышел приказ от фараона, и весь государственный аппарат вошел в действие против народа Божьего. Его сделали рабом и снуряли его тяжкими работами. Но чем больше его угнетали, тем более он умножался и тем более возрастал. Так всегда было и всегда будет. История церкви показала, что кровь мучеников есть семья церкви. Видя полную неудачу своей борьбы против них, фараон сделал новый декрет. Убить каждого мальчика, родившегося у евреянок. Сперва было приказано повивальным бабкам, чтобы они умерщвляли новорожденных. Но они боялись Бога и не делали так, как говорил им царь, а оставляли детей в живых. Тогда фараон приказал всему народу своему, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку». Такие были условия в стране, в которой родился Моисей. И в таких условиях Амрам и Иоховед родители его держнули верить Бога и поручить свое дело Нему. Итак, младенцам Моисея по уставным требованиям страны следовало бросить в реку Нила на съедание крокодилам. Однако Амрам и Иоховед не устрашились царского повеления, но держали его у себя дома три месяца. И когда нельзя было его больше скрывать, они приняли другие меры действия. Что же они сделали? Они поручили его реке смерти. Они сделали корзинку, заасфальтировали и осмолили ее, положили в нее младенца, поставили в тростниках у берега реки и послали сестру младенца Мириам наблюдать, что с ним будет. Вы знаете, что случилось? Дочь Фараонова, купаясь в реке, увидела корзинку. Раскрыв ее, ребенок заплакал. И в результате этого плача началась новая страница истории мира. Дочь Фараонова жалилась над ним и взяла его себе домой. А сестра была как раз там под рукой и предложила дочери Фараоновой найти кормилицу для ребенка. Она согласилась, и девица призвала мать младенца, которая вскормила свое же дитя. В этой захватывающей истории можно проследить изумительную веру родителей Моисея. Автор посланий к евреям говорит нам, что действие Амрама и Яхавета было результатом их веры. То, что они сделали, соорудили корзинку для своего сына, положили ее в воды смерти в тростниках, следили за младенцем, как с ним будет. Все это было действиями веры. Обыкновенные простые люди, но люди с невероятной верой. Вера родителей Моисея проявлялась во всех отраслях их жизни. Почему мы можем это сказать с таким дерзновением? Потому что мы видим, что их вера была последовательна в их семейной среде. Вот где она начинается. Покажите мне человека, который практикует свое христианство и последователен своей вере в домашнем отчаге, и я вам покажу человека, чья вера будет проявляться и в каждом другом аспекте его жизни. Если человек верен в малом, то он верен и во многом. Амрам и Яхавет в полном смысле этого слова верили в Бога. Они не признавали случайности в своей жизни. Это слово не думает, что входило в их вокабулярию. Когда родился Моисей, то они приняли его как дар Божий, а не как случайность. Видят, что он был прекрасен не только в их очах, но и перед Богом они поручили его в руки Божьи. Времена и условия, в которых он родился, были безнадежными. По уставу страны его следовало швернуть воды Нила. И несмотря на безнадежность этой ситуации, они доверили его Богу. Они вернули Богу Сына, которого Он им дал. Конечно, они не могли знать, каков будет исход их действия, но достаточно было то, что они надеялись на Бога, надеялись и верили, что в Божьих руках Сын их безопасен. Беря во внимание обстоятельства, в которых они жили, вера их была сверх всех надежд. Они верили, несмотря на угрозы царя, что Бог сохранит ребенка. Мы видим далее, что вера их создавала большое мужество, необыкновенную смелость. Заметьте, что сказано в тексте, они не устрашились царского повеления. Это не значит, что они не сознавали опасность нарушения этого приказа, наоборот, отлично знали, что если мальчик обнаружится, то он будет брошен с остальными на смерть. Не только мальчика бросили бы воды Нила, но сами они были в опасности своей жизни. И тем не менее, то, что они сделали, они сделали, несмотря на царский декрет. Иными словами, они были уверены, что есть авторитет и сила высшей фараона. Фараон сказал уничтожить всех мальчиков. Эти двое сказали, мы не погубим своего ребенка. Они признавали высшего авторитета, и ему они подчинились и поручили свое дело. Но заметьте также, что вера их была разумна. Их вера была целесообразна, практична и продуманна. Русская пословица говорит, и сколько в ней правды. На Бога надейся, а сам не плашай. Во всем мы должны на Бога надеяться. Но в то же время Бог дал нам и рассудок, чтобы употреблять, а не пренебрегать им. Родители Моисея приготовили корзинку, облепили ее асфальтом, осмолили, поставили ее в реку и повелели дочери своей следить, что будет с младенцем. Они сделали все возможное при тех обстоятельствах. И когда дочь фараона подошла и раскрыла корзинку, и ребенок заплакал, Мириам сразу же предложила, не сходить ли мне и не позвать ли кормилицу. Истинная вера никогда не бывает безрассудна. Вера всегда разумна. Она надеется на Бога и делает то, что практично и рассудочно. Это не значит, что эти люди верой предвидели, как все произойдет, думают, что нет. Кому могло бы даже присниться, что Моисея, сама дочь фараонова, возьмет себе домой, наймет его же мать, чтобы она скормила и воспитывала, и вдобавок еще получила плату за ее труд. Что вырастив, он получит самое высшее образование и будет иметь привилегии, которые ни один египтянин не мог бы иметь, не говоря уже об израильтянине. Чтобы все это предвидеть или даже угадать, нужно действительно иметь сверхчеловеческую фантазию. Они же сделали все возможное и остальное поручили Богу. Такова подлинная вера. Она всегда в конечной итоге надеется на Бога. Сказано, что когда ребенок вырос, то мать взяла его и отдала его дочери фараона, и стал он у нее вместо сына. Это значит, что по обычаю вскармливания того времени, что включало и воспитание ребенка, Иоховет имела сына своего Моисея под своей опекой до 12-летнего возраста. И я ничуть не сомневаюсь, что в течение этих созидательных лет ребенка мать ему рассказывала чудные истории о Аврааме, Исааке и Якове, и об Иосифе, об этом великом вожде, через которого народ израильский пришел в Египет. Она внушала мальчику веру в Бога. При каждой возможности она вкладывала драгоценные истины Божии в его сердце и, по всей вероятности, дала ему знать, что и он принадлежит этому народу. А иначе как мог он знать, прищет возраст, что сыны Израильвы были его братьями? Семя, посеянное матерью, принесло своевременно плод свой. О, дорогие братья и сестры, сейте это доброе семя в сердцах и в умах ваших детей, ведь перед Богом вы за них ответственны. Бог их поручил вам. Он же и даст вам мудрость и терпение, и мужество, и любовь. Амрам и Яховед были в тяжелых условиях. С человеческой точки зрения их положение было безвыходным и безнадежным, но верою они не устрашились царского повеления о своем сыне, но поручили его Богу. Но в заключении прошу отметить еще один важный урок. Ни Амрам, ни Яховед не могли никак представить или угадать, что совершит их вера. Подсознательно вера их сотрудничала с Богом. Мы уже сказали, что они не могли предвидеть, каков будет исход поручения ребенка в воды Нила, но не могли они тоже предвидеть то, что их вера подействует на истории не только их народа, но на историю всего мира. В этой корзинке, порученной верой воды Нила, лежал будущий вождь народа, законодатель, человек, с которым Бог говорил лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Всего этого Амрам и Яховед не предвидели, но они верили в Бога, они поручили себя и детей своих Ему. Действующая вера производит и совершает сверх всего того, что мы можем придумать или предвидеть. Она должна быть проведена нами во всех отраслях нашей жизни, и когда мы будем это делать, то из обыкновенного, ничтожного Бог совершит великое. Корзинка, смола, плач ребенка, незначительные и ничтожные сами по себе слова, но влейте в них веру, и происходит величайшее чудо. Братья и сестры, прилагаете ли вы веру вашу к воспитанию ваших детей? Быть может, вам не суждено будет видеть результаты вашей веры, но будьте уверены, что она принесет свой добрый плод. Каков будет результат воспитания вашего ребенка? Это зависит от вашей веры. Несколько лет тому назад жила одна выдающаяся писательница. Она вышла замуж, и через несколько лет она встретилась со старым университетским другом своим, который сказал ей, «Дорогая моя, что случилось? Мы от вас новых книг не имеем уже несколько лет. Очень жаль, что вы перестали писать». На это она ответила следующее, «Я не перестала писать, я две книги написала». «Под какими заглавиями?» спросил ее друг. «Этель и Альберт. Это мои дети». «Ваши дети?» «Да». «Я пытаюсь писать живые письма, узнаваемые и читаемые всеми человеками, что они были с Иисусом». Нет, мы не в силах измерять результаты веры настоящим. Я повторяю, действующая вера, живая вера, совершая то, что человек не может даже предположить. Но я не хочу закончить и эту передачу без того, чтобы сказать заключительное слово тем, из моих слушателей, которые еще не сделали первый шаг веры принятия Иисуса Христа как своего личного спасителя. Мой друг, ни ты, ни один другой не может предвидеть те чудные результаты, которые последуют, когда ты верой в Иисуса Христа сроднишься с Богом. С этого ты должен начать. Принятием веры Иисуса Христа, дать Ему войти в твое сердце. И могу уверить тебя, что тогда в жизни твоей последует одно чудо за другим. Быть в союзе с Богом есть единый путь истинного счастья. Продолжение следует...